Поехали! А именно с идеей. Я помню, как я бегала в аптеку, покупала венициллин, как начинались первые опыты, как мне, студентке, удалось собрать за одним столом ученых, профессоров и начать идею над нашим проектом. Наталье удалось выяснить, что у некоторых лекарств, если на них воздействует с помощью импульсов магнитного поля, увеличивается биологическая активность. К примеру, у препаратов пентоксифилин, который используется для профилактики тромбообразования, биологическая активность увеличивается в два раза. Причем, если воздействовать на препарат под низким напряжением, эффект длится в течение трех часов. А после высокого напряжения действие сохраняется в течение суток. На сегодняшний день, когда есть заболеваемость COVID-19, наш препарат пентоксифилин, когда мы увеличим его биологическую активность, он тем самым может уменьшать вязкость крови человека. Если мы посмотрим на снимки тех людей, которые заболевают данным заболеванием, то можно увидеть, как тромбоциты, они склеиваются между собой, то есть могут образоваться тромбы. И данный лекарственный препарат в условиях магнитного поля тем самым может помочь данным пациентам в лечении. Сейчас перед Натальей стоит задача до конца изучить механизм биологической активности препаратов в условиях импульсного магнитного поля. Основная гипотеза на сегодняшний день – это изменение конформации молекул в условиях импульсного магнитного поля. То, как в пространстве располагаются определенные компоненты молекул, может оказаться важным открытием для фармацевтических производств. И в дальнейшем позволит снизить дозы некоторых лекарственных препаратов, прописанных пациентом, и как результат увеличить продолжительность их жизни. Свои открытия Наталья мечтает предоставить международному научному сообществу. Михаил Ермоленко, Виктория Шарая. События.